Сейчас я работаю в основном как индивидуальный эксперт, у меня частная практика, я занимаюсь управленческим консалтингом, и меня привлекают разные компании, в том числе та, которую Андрей Александрович пытался озвучить, как это называется DDI, это три буквы, Development Dimensions International. Это компания, которая занимается управлением талантами, HR консалтинг. В этой компании я делаю то, что помогает другим компаниям сделать людей по-настоящему главным ресурсом бизнеса. До этого я долго работал в рекламе, в маркетинге, и вот сегодня Евгений говорил, что студентов и практикантов из высшей социологии не берут, чтобы они поносили кофе или ходили за пивом. Если вы хотите, чтобы вы получали пиво бесплатно, идите в рекламное агентство. Особенно, если у вас будут пивные клиенты. Сейчас я в довольно привилегированной позиции, когда я могу выбирать стильные проекты, которые делать, компании, с которыми работать, подольше, короче, поменьше. Но когда я еще учился, наверное, главная вещь, которую я пытался сделать на факультете, это понять, как сочетать то действительно фундаментальное знание и подготовку, которое факультет дает это право, с тем, чтобы как можно быстрее конвертировать это в результаты. И я могу сказать, что я в этом смысле не совсем показательный пример, потому что моя траектория довольно спиралевидная, реализация, но я могу с полной уверенностью сказать, что те люди, которые выходят из тех факультета социологии сейчас в отделение, программа социологии, это люди, которые будут знать не сколько все ответы, сколько их будут уметь задавать правильные вопросы. А это чаще всего самое важное, в том числе для того, чтобы зарабатывать деньги. Многие из вас об этом пока не думают, но в какой-то момент вы задумаетесь. И умение задавать правильные вопросы – это один из главных навыков, которые вам в жизни пригодятся в этой абсолютно неточности. У меня есть вопросы. Можно я задать правильные вопросы? Давайте. Я начал с исследований. Я был человеком с анкетой. Я ходил, я сейчас не преувеличиваю, в подворотню. Мы искали людей, которые пьют пиво, и спрашивали, почему они пьют клинское, а не стелла артуар. Но основной вопрос. Какое место социологии вы видите лет через 20? Не секрет, что 20 лет назад того спектра профессий, которые сейчас есть, их уже нет. Многие от этого вымерли. Я хочу задать один вопрос. Не думаете ли вы, что через 20 лет социология как до кого, как профессия, как, я не знаю, какой-то психотип для будущего работника выберет? Это я к чему говорю. Я, например, на своему ребенку пытаюсь произвести одну мысль. Выбирай ту профессию, которая будет востребована через 10-20 лет. То есть старая, не 10 лет. Вот вопрос такой. Не думаете ли вы, что социология возможна как-то? Не то, что основной основной. Не думаю ли я, что социология выглядит как профессия? В этом был вопрос. Потому что работодействие не развивается. Я понял, да. Спасибо. Скажите, ведь вы спрашивали, можно ли переводиться из других институтов? Я – ходячий пример. Переводы из другого университета. Кто здесь считает себя технарем? Да, хорошо. У кого очень хорошо с математикой, с техническими решениями? Кто считает себя гуманитарем? Чуть побольше. А кому кажется, что удаётся и то, и то, примерно одинаково? Да. Я был в третьей категории. Но после школы я поступил на физический факультет МГУ. Мне нравилось, мне было интересно, как мне устраивает. Потом я перевёлся. Это был очень сложный процесс, я сейчас о нём не буду говорить. Это, правда, очень тяжело. И это далеко не всем удаётся и не всем разрешают. Это исключительно. Но я не знаю, что будет социологией через 20 лет. Если честно, я об этом не думаю. Простите, не хотел вас оставить. Но я абсолютно точно уверен, что даже если есть психотип социолога, как человек, который знает, как сформулировать, а в чём проблема, какие поставить цели, чтобы эту проблему решать, и как выбрать средства для того, чтобы это всё стало жизнью, это никогда не перестанет актуально. То, что было здесь, хоть и сдаёт идти на. А уж будет ли это называться социологией, я не знаю. Зная метод, можно. Ну или дизайн любого процесса. Ну, в общем, да. Можете назвать тему своей дипломной работы? У меня есть две дипломные работы, после бакалавриата и после администратуры. Обе. В общем, бакалавриате и администратуре. Когда я работал в бакалавриате, я уже работал в рекламе, поэтому тема у меня называлась «Исследование образа учёного в рекламных коммуникациях». И Андрей Александрович был моим научным руководителем. И мне чрезвычайно приятно быть здесь сейчас уже в другой ролик. А потом в магистратуре я брался шуточками. И тема моей магистрской диссертации была «Юмор как социологическая проблема». Каким образом вы это шли к результатам? А вот об этом… Андрей Александрович вам, я думаю, расскажет уже в личной беседе. Но у нас просто ограниченный регламент. Спасибо. Так вот, да. Есть ли какие-то вопросы? У меня есть комментарии. Экстенциального плана. Поскольку мы же думаем о будущем детей. Вы своих, а не ваших. Поэтому вопрос достигает даже не столько о будущем профессии, сколько вот о связи между полезным знанием и бесполезным, я так скажу. Надо ли выбирать между бесполезным и полезным, и какой выбор является оптимальным. Значит, у меня есть вот пример, как у родителя, правда, нам еще долго, но вы нас опередили. Мы в школу в этом году начали. Полезное знание у меня в голове – это бухучет. Такой образ – полезно. А бесполезно – это филология классическая. Роли там Раскольникова, Раскольникова, Романова. Но я еще не подходил близко к этой проблеме. Ближе подошли к этому осмыслению, чем я. Я могу сказать, что по опыту магистратуры и консультированию магистров при выборе темы очень часто мы наблюдаем, что те, кто выбирали абсолютно бесполезную траекторию, достигают максимального успеха. Почему? Практического, предкладного успеха. Потому что нет ничего лучше быть лучшим в своем деле. То есть ты мастер в своем деле, например, в мастере какого-то бесполезного дела. Ну, например, лучшей в аналитической работе про роль юмора в организации, в социальных институтах. Я не помню, я не помню совершенно. Но, наверное, эта работа не была направлена на повышение народного хозяйства, извлечение прибыли, непосредственно на последней главе. Хотя, когда мы учились, мы им написали в конце родного диплома, помните, обязательно в народном хозяйстве сколько денег принесет мой труд. Потому что я считал, что в государстве должно оплачиваться вот этих вот трудней бесполезных, которые там. В общем, обязательно новизна. Да, новизна вначале, она очень новая. И потом сколько денег она там, то есть сельское хозяйство поднимет и так далее. Мы сейчас идем по пути как раз некоторого сочетания. То есть наиболее продвинутые студенты, они без нас сами понимают, что выбирая, начиная с покупателя то, что им нравится, где их прет, где они готовы инвестировать в своих личных сил больше, чем другие. Они там добьются успеха. Это может быть любая и очень экзотическая область. Социология, я не знаю, семьи, социология спорта, конструирование гендера, социология спорта. Я не знаю, что это такое, там, женщины-спортсменки, управляющие футбол. Вот что-то такое. Эта тема, кажется, может быть чистой, абстрактной, но она может неожиданно вылиться в совершенно прикладной полезный результат. Так как вы будете заметны на общем фоне. Во-вторых, вы будете остреливаться с чем-то профессиональным и не растворитесь в этом смысле с другими полезными, которых много. Поэтому мы никогда бы коллабров на маркетинг не ориентируем. Потому что это ложная ориентация. Ложный маячок. Бери только то, что полезно. Потому что, кажется, вы абсолютно правы. Мы никогда не знаем, каким будет маркетинг через 4 года. А тем, кто учились в бухгалтерии на 1С, тем как бы большой привет. То есть система поменялась. Если мы будем учить и пакетологов с первого курса, под системой с PSS, кто знает, это пакет аналистических данных. А через уже 4 года, даже раньше, работодатели рынка, конкуренция приведет к появлению, например, языка R или пакета Stata. Это уже сейчас произошло. А мы видим будущее на Big Data, на маленькие такие вещи, связанные с байтона. Ну, это неважно. Короче говоря, мы это все инкомпанилили в наш план. И мы не даем на первом курсе сразу ориентир, что есть полезные и бесполезные знаки. Наоборот, мы пытаемся все-таки быть университетом, а не профессионально-техническими училищами. Как университет мы хотим, чтобы моментальная часть, широта, кругозора давала нашему психнику возможность потом адаптироваться под тот рынок профессии, которой никто не может знать какому-то. Да. Философия. Спасибо. У нас есть какой-то регламент или что? Только физический. Ну, физический регламент. У нас еще есть выступающие. Ну, нужно, чтобы мы еще три минуты проговорили, но мы не запахнули. У нас есть возможность сделать что-то вроде сессии вопросов-ответов, если эти вопросы есть. Можно я спрашиваю, скажите, что сподвигло вообще перейти на социологию? Что сподвигло перейти на социологию? Спасибо за вопрос. Я бы сказал две вещи. Первое – это осознание того, что мой выбор изначально был вполне осознанным. Мне было просто интересно. Это очень важно, но это не всегда работает. И несмотря на то, что я учился хорошо, у меня довольно плохо получалось, степень узости, фокуса на физичном пути темгу для меня была слишком велика. И вот категория ребят, которые были третьи, в которых получается и гуманитарный, и технический примерный знак, и интересный и то, и то, это идеальная аудитория для социологического факультета. Потому что, как правильно говорили раньше, это не гуманитарный факультет, это не технический факультет. Здесь есть очень классный и здоровый баланс того и другого. Баланс человеческого и такого высокого номерического. И когда я шерстил тонны информации о разных университетах, факультетах, общался со своими одноклассниками, учащимися в разных университетах, когда я относился учебным планом, какой-то тогда еще просто факультет социологии, я понял, что это то, что я хочу делать. А что делать? Вот что? Вот я вот хочу задать свой вопрос на абитуриенты, которые сидят и хотят выступать. На что они должны у тебя обратить внимание, что они хотят вот эти университеты? На что абитуриенты должны обратить внимание? Нужно одно им видеть в свежую, и действительно на этих университетах. Можно я тоже скажу, что это очень важный вопрос, потому что мне приходилось раньше, даже Евгений не янтограждал программу, и мне хотелось общаться с студентами первого курса с отличными баллами ЕГЭ вообще. Ведь на самом деле, об этом, кстати, не сказали, большое преимущество обучения даже не только на нашем факультете этой программе, а в целом вы можете учиться с лучшими людьми в стране. А вокруг вас будут люди, у которых средний балл ЕГЭ, вы подумайте, 85 из 100. И минимальный из них, там, порядка 70, ниже 76, около вас не будет людей. Поэтому, в принципе, это такая шутка у нас, даже если мы ничего не будем делать, мы все равно останетесь лучшими. Вы уже придете в высочайшие олимпиадники со всей страны к нам приедут. Так что это уникальная атмосфера, у вас лучшая. И когда эти лучшие на первом курсе приходят и говорят, я ухожу, я не справляюсь, все время было интересно, почему. Вот я скажу в своем опыте, какие были неправильные ожидания от нас. И это выражается в некоторый кризис первого года. Во-первых, о первом году я уже говорил, ожидания, что мы любим людей, гуманитарные. И вот если ты такой, такие тепленькие, я не знаю, ну, то есть, общистологи и социопаты часто, они их не любят. Многие даже боятся, там, едем походить к человеку живому. Мы любим такую позицию безопасную. То есть, у нас иногда с психологией будет. И люди приходят через свои личные проблемы, психологические или социальные, в плане именно социального общения, какого-то вот узнавания, обнимания респондента. А мы предлагаем методы, я бы сказал, не инвазивного исследования, да, как говорится, по врачам. Он кету забросил по онлайн, где сидишь там, может быть, вся эта таблица как-то. То есть, были такие проблемы. Была проблема, когда приходили студенты, которые хотели творческого саморазвития. Путали нас с дизайном, с собственной историей теории искусств, вот с такими вещами, когда они неправильно поняли курс общества знания. Они подумали, что это вот про истину, про смысл, про ценности и так далее. У нас все инструментально. Ценности бери и измеряем. В шкале там, бери шкалу, бери там лицу, измеряем. Смысл бери и измеряем. В этом смысле материали. Ряд коллег, которые от нас уходили на культурологию. У нас есть программа вышки, которая больше не распадает эти цели подточник. Философскую антропологию, у нас есть программа бакалаврских на школах. У нас есть с ними некоторые такие вот взаимные армены студентами. К нам приходит от них наш уход. А вот этот армейн, он практикуется? Он практикуется, но как раз сопровождается сменой бюджета на коммерцию. Почему? Потому что если вы хотите перейти туда, а там нет бюджетного места, то есть оно уже занято там, то есть вам предлагается это сделать при переходе на коммерцию. Если вы уже на коммерции, то этот вопрос вас вообще не составляет. Проблема, вам просто перезащитывают разницу в учебном плане. Грубо говоря, вы достаете, досдаете два курса там за прошлый год, и вот вы студент другой программы. И мы таким образом мигрируем студентом. Я могу только добавить, что важно смотреть, что резонирует. Ну правда, было произнесено слово «треок». Вот если вы представляете, как это будет выглядеть, вы вчитались, вы, простите, сделали предварительные исследования тщательно, вы сравнили, сопоставили, и вы видите, вы чувствуете, что у вас что-то здесь прет, ставьте слушаться. Спасибо. Если можно, я доставлю снова нашей выпускнице, Марине Ченниковой, которая назовет, я не успеваю называть, «На зале этих месяцев, где-то могу, и расскажет вам свою историю саксессором». Я, так понимаю, здесь все поступать собираются, и, по крайней мере, многие. Я просто, наверное, расскажу немножко, почему социология, не просто социология, а что такое социология. Кто-нибудь может мне ответить вопрос вообще? Что это для вас? Наука общественная, социумная. Наука общественная, социумная. А еще есть какие-то варианты ответов? Работа массива и форма. А еще что-нибудь есть? Еще кто-нибудь может сказать? Анализ общества. Анализ общества. Анализ общества. По приземлению немножко ответ. А еще, может кто-нибудь? Тенденции в обществе изучения. Тенденции в обществе изучения. Вот смотрите, что я хочу сказать. Человек, который выбирает за себя какое-то направление, собирается учиться, он должен четко понимать, зачем он это делает. Потому что учеба ради учебы, это было, наверное, хорошо, но каждый собирается потом работать, хочет, наверное, как-то карьеру построить, хочет развиваться. И выбирая направление, вы, наверное, хотите понимать, что дальше, после того, как вы университет закончите, куда вы потом пойдете, что вы с этими знаниями будете делать. И у меня очень такое было расплывчатое понимание, когда я шла на социологию. Я понимала, что это тоже наука об обществе, что это что-то такое, такое очень глобальное про людей. Но что потом я буду с этим делать, я не очень понимала. Сейчас я очень четко понимаю, что с этим можно делать. И, по крайней мере, как в моей жизни это сложилось, это такая исследовательская компания получилась. Исследовательская компания, которая вот эти знания об обществе, даже не об обществе. Нет, не слышно. Вот эти знания об обществе, да, вот эту вот такую расплывчатую формулировку может монетизировать. Что это значит? Это значит, что наверняка у вас есть какие-нибудь любимые бренды, любимые продукты, еще что-то. И вы все уже знаете, что эти продукты, бренды, каждый продукт, бренд обладает определенной историей. Так вот, прежде чем эта история бренда формируется, происходит такой длительный процесс изучения людей, их приведения, практик потребления, их отношения к категории, их отношения к жизни, их ценности, стремления, увлечения. И потом, переработав эту информацию, в рамках, по крайней мере, нашей работы, мы принимаем определенные решения, рекомендуем брендам, делаем стратегии, позиционерами, воплощаем это в конкретных коммуникационных результатах. И эти результаты уже, собственно, приносят прибыль бизнесу, приносят конкретные финансовые результаты. Почему нравится это может? Вот сам процесс работы в этой отрасли, почему он может быть привлекательным? Потому что, фактически, каждый день в своей работе вы будете сталкиваться с людьми. Не просто сталкиваться на уровне рабочих вопросов, каких-то решений, а с реальными людьми, с тем, как они живут, чем они дышат, чем они увлекаются. Вы будете погружаться в их жизнь, понимать, какие они классные, и, понимая это, вы будете приносить ценность компании, ценность компании, которую вы выберете. И дальше уже есть варианты для вас, если с точки зрения работы говорить, то вы можете работать в таких же исследовательских компаниях, типа моей, которая получилась, когда история, скорее, на стороне исследований, именно как такового. То есть вы будете делать в камень эти исследования, поведение людей, понимание людей. Вы можете пойти в крупные глобальные компании, вроде PepsiCo, Heineken, не знаю, любую глобальную компанию назовите. В каждой глобальной компании есть так называемый отдел инсайтов внутри маркетингового отдела. И этот отдел инсайтов, он как раз создается для того, чтобы там работали люди, которые разбираются в том, что они любят, и как с ними взаимодействовать. Ну и, конечно, тут дальше, да, не отменяются другие компании, где нужны аналитики, исследователи и прочие такие люди. Не знаю, вы, может, вопросы зададите какие-нибудь, потому что я вот это вот все так абстрактно рассказываю, даже не знаю, что вам интересно и как вам это все. То есть я так могу понять, я так представляю себе, то есть вы, в принципе, можете какие-то тренинги проводить для работы? Как-то вот это с чем-то таким связано? То есть я не совсем понимаю. Какие-то тренинги вы проводите? Тренинги прошли. Как монетизируете? Да. Да, но продается услуга. Продается услуга. Продается знание о потребителе. То есть что мы делаем? Мы изучаем потребителей, и вот это знание о потребителе мы продаем компаниям. То есть к вам пришел заказ какой-то, да? Да. Ну, например. Ну, например, какой-нибудь вот возьмем вот такой вот совсем упрощенный случай. Brent X, не буду называть конкретное название. Brent X какой-нибудь известный. Любой бренд можете назвать. Пепси, например. За этим брендом, как вы его видите для себя? Вы видите рекламу, которая к телевизору, там на баннерах. Вот прежде чем эта реклама появляется, мы сначала определяем с любой аудиторией. Идем к этой целевой аудитории. Понимаем, как она живет, чем она дышит, чем она увлекается, ее ценности, интересы, установки, стиль жизни. И выявляем разделенный спектр потребностей, которые есть у этой целевой аудитории. И дальше мы вот этот спектр потребностей превращаем в конкретные концепции позиционирования, в конкретные решения для продвижения бренда. Соответственно, бренд может быть, да, вот знаете, есть такое определение, капитал бренда. Вот, наверное, ну, вполне понятная история, что это капитал бренда. То есть бренд может быть такой, который никто не знает. Это не бренд, это просто название. А есть бренд, который сам по себе стоит очень дорого. Просто потому, что за ним стоит конкретная история, конкретная потребность, которой этот бренд обратился в лице своей ценностей. Вот, если это как-то понятно. Слушайте, внутренние тренинги. Ну, что такое тренинг? Тренинг, он же должен проводиться зачем-то, да? То есть кому-то должен быть нужен. Ну, вот выпускник вашего факультета, да? Вот он стоит, значит, куда помодеваться, куда податься пойти. Сразу организовывать свою компанию? Нет, это не надо. Ну, вот дочь у меня вышла из ворот ваш института. С хорошим дипломом, допустим. Вот куда пойти можно? Я взяла газету объявление о работе. Вот куда? Вот смотрите, есть, на самом деле, в моем понимании, есть три четких направления, куда пойти. Первое направление – это вот исследовательские маркетинговые компании, цель которых, смысл существования которых на рынке – это объявление знаний о потребителе. И обмечаясь в университете, по крайней мере, я точно знаю, что выпускники наши, у меня только наши работают. Ну, 8% точно я считаю монтировок и прочих людей, которые не связаны именно с процессом проекта, проведения. Исследовательские компании. Чем она там будет заниматься? Она будет заниматься там проведением проектов, то есть конкретными проектами по исследованию конкретных целевых аудиторий для определенных брендов. – Сколько социологов вообще выпускает в нашу страну? – Да, и все. – Ну, всего порядка 80 государственных аккредитаций вузов, имеющих в Русске. В регионах, как правило, выпуски небольшие, по 10-15 человек, то есть в группе выпускают. Они растворяются в дикой природе, чаще всего меняют эти этичность, то есть становятся не социологами, они, отверстигая границу университета, сразу же становятся пиарщиком, рекламистом, маркетологом. Потому что у них там вопрос идентичности и соотношение с рынком каждый из них решает по-своему. Наши остаются социологами, то есть они вот это слово сохраняют, хотя иногда заменяют его на слово «ресетчер», то есть такое, по-русски пишут «ресетчер». Это сленговое выражение, значит, что ты честный человек, который зарабатывает на тех исследованиях, которые делают. для бизнеса, государства, неважно, какой захочет университет. Кроме того, в стране выпускаются лаентные социологи, православные социологи, в Москве и прочее. Человек по 100 майоров социологии выпускает по-разному. Так что, востребованные профессии, в разных расспектах, в природном хозяйстве. Вы учились в МГУ. Какое отличие именно преподавания от других в УЗУ? То есть, вот в повседневной ГУЗУ, вы даже можете просто общались с другими в УЗУ? Какое отличие манер преподавания в МГУ? Надо понимать, что факультет, на котором я учился в МГУ, довольно специфичен. И в МГУ есть огромное количество разных факультетов, я не могу говорить за все. Но, по крайней мере, там, где я учился, есть такая вещь, которая мало здесь. Это догматичность. Догматичность. Такое абсолютное преклонение перед величием истории, корпуса знаний, не знаю, регалии преподавателя какого-нибудь конкретного профессора и так далее. Это довольно замкнутая система. Один из важных навыков, который, мне кажется, я получил участие на социологии в Вышкино, это понимание того, что, вообще-то говоря, однозначно правильного ответа, редко когда можно найти. И это хорошо. И чем дальше я учился на социологии, на бакалерате, администратуре, тем больше я понимал, что, вообще-то говоря, ответов на любой вопрос, на любую проблему, скорее всего, несколько. И вот этот широкий горизонт мышления и критичность мышления – это нечто намного более ценное в практической жизни и тем более в бизнесе, чем доскональное знание каких-нибудь энциклопедий, скажем так. Вопрос. Вы говорили, что, когда поступали на социологии, Вы очень расслуточно понимали суть этого всего. Как Вы решились? То есть, что было у Вас в голове, что Вы представляете, что в том числе шли? Как решились подвести? Психонавис. Я до сих пор ответила на вопрос, по-моему, знаете, что же все-таки заставило Вас туда пойти? Соренький, Валентин. Да, вот про меня. Знаете, вот к вопросу… Павел, да? К вопросу о практичности, эмоциональности, того, что здесь происходит внутри. Я увидела в этом университете отсутствие вот такого, знаете, классификации, такой вот сложности, какой-то традиционности, что, ну, пока ты шесть курсов не отучишься, никто там, по-моему, в 17-м циклопедии не выучишь, никто тебя отсюда не выпустит. То есть, я почувствовала, что здесь я получу реально практические знания и навыки, с которыми я дальше могу пойти и работать. И не обязательно в университете, не обязательно в академической среде. Я поняла, что социология – это не просто какая-то академическая наука, написание статей, выступления на презентациях или дальше продолжение, да, опять же, вот этих исследовательских, научных именно работ. А это возможность погрузиться в бизнес, но погрузиться в бизнес не с экономической и финансовой точки зрения, а именно с точки зрения вот этих вот полученных практических навыков понимания людей, понимания того, как дальше, что с этими людьми можно делать, как можно с людьми работать, как можно это знание о людях и подлевителях использовать в своей ежедневной работе и не превращать в работу в рутина. Такую скучную систему выполнения определенных задач. Это и открытый взгляд к миру. Знаете, такие вещи, которые жизнь делают жизнью, они оставляют людей, которые дальше работать начинают, они оставляют людей живыми людьми, очень активными, увлеченными и интересующимися. Вот это я почувствовала на входе, ну, благодаря Алькина Владимировичу, в первую очередь, но и многие другие люди, которые здесь, в общем, до сих пор. И это уже очень долго. Можно вот еще вопрос? Да, что вы вообще рассчитываете? В том плане, что сложно ли было учиться и было ли время на какие-то занятия вне высшей школы экономики? На танцах хватало, да. На студенческую жизнь. Очень весело. Конечно, фантастически. Да, я могу, конечно. Не надо... Нет, вопрос о свободное время. Вы знаете, это такой вопрос. Свободное время, что такое свободное время? Лежать на диване, отдыхать? Нет. Заниматься танцами – это все в ваших руках. Два часа в день, три раза в неделю вы способны выделить на занятия танцами, если это вам нравится. А тут нет такой загрузки, что 24 часа сидеть в университете, и никто не выпускает. Нет. А ты тебе про загрузку скажу, просто. Мы считаем нагрузку, и нас лектор очень сильно контролирует буквально, потому что не на прошлой неделе на лекторате данного кинулого поручения. Значит, поручение какое? У студента не должно быть больше пяти курсов одновременно, а вот так, физкультура еще шестой, но это особый случай. Пять курсов одновременно больше не может быть. Это означает, что, посчитайте, это в пару, то есть по одному курсу две пары в неделю. Поэтому нагрузка, мягко говоря, не зашкаливает по сравнению с другими вузами, где можно с утром прийти, вечером выйти, так сказать. Вам все рассказали в течение дня. Почему у нас нагрузка аудиторная сокращается с первого курса с двадцати часов в неделю, естественно, не в день, до четырнадцати часов в магистратуре? Четырнадцати часов в магистратуре в неделю. Пересчитайте, это вообще немного, два вечера. Три дня в неделю, по две пары вечера, например. Потому что большая часть нагрузки в университете, в нашем плане, переходит на ваше самостоятельное усмотрение. Вы сами решайте, когда вам это читать, то, что у вас попросили прочитать, когда вам это писать. И мы не злоупотребляем, практически сегодня, мы не злоупотребляем лекционный формат. Мы не собираемся вам все в течение четырех лет рассказать. И по два раза, на всякий случай, чтобы прям отшлифовать. Хотя в большинстве у нас была такая позиция, конспект, где ты там восемь раз про пирамиду масла услышаешь, там шесть раз про Вебера, его эстетика протестантизма, потом про Тюркей, уже наизусть. В этом есть некоторые преимущества классического, так называемого, университетского образования. Но девиз вышки, если вы уже видели на латыни, не для школы, мы учимся для жизни. В том смысле, что мы не консервативны в отношении. Нам важно не себя выразить, а сделать людей, которые, во-первых, не потеряют вкус к жизни после наших стараний, сохраняют себе какое-то желание идти работать в этом городе и за его пределами. А во-вторых, чтобы рынок работодатель, встретив вас после четвертых лет, не позвонил нам и сказал, да, конечно, там отлично знают Вебера, но Тюркейман и ЗУС, но не могут на ксероксе копию странички снять. Что с ними делать, такими умными? Мы почему должны платить такие заплаты, которые не хотят? А они хотят сразу многое, что прочее, понимаете, да? Их же здесь лучше, что они, ну вот, реально, да. Поэтому мы, соответственно, отвечаем перед бизнесом за то, что мы подготовим не просто чеков университетского, а еще вообще, говорят, что умеющего делать все конкретно. Да. Кстати, у меня вопрос из-за конкурса, у меня как, скажите, пожалуйста, испытывание сложности при поиске работы после окончания университета и соответствование поздоровозной классы в вашем ожидании? Ответы да и нет. Да, испытывал, потому что, ну, я сейчас, может быть, скажу крамольную вещь, но, простите, вас автоматы нигде не ждут. Ну, серьезно. И для этого приходится много работать и демонстрирую то, что ты что-то можешь. Мне в каком-то смысле повезло, потому что я делал исследовательский проект на практически безвозмездных началах для внешнего клиента из бизнеса, который потом был очень вдвоем моей работой и пригласил меня в штат в компанию. Я так начал свою карьеру. на просто не будет. Вместе с тем университет и факультет оказывают значительную поддержку с точки зрения предоставления возможностей. которые вам нужно не пропустить. Про зарплату абсолютно присоединяюсь к тому, что говорил Андрей Александрович, мы, конечно же, хотим много и сразу. И нам об этом быстро напоминают о том, что погоди. Конечно, это время и вначале нужно поумерить свой опыт. Ну, правда. Ну, сколько? Ну, хорошо. Приведу пример. Первый год я работал за 15 тысяч рублей в месяц. До этого я работал летом за 6 тысяч рублей в месяц. Ну, это была практика. Ну, это было давно. Ну, это было давно. Это было давно, да. Сейчас я зарабатываю другие деньги. Но надо быть готовым к тому, что вам не будут платить кучу денег прямо сразу. Просто потому, что вы учитесь в вышке. Надо работать. Не, просто я всегда, знаете, затрудняюсь сейчас ответом на вопросы вот испытывали ее сложности с поиском работы. Я ее никогда не искала. Честно. Никогда не искала. Она как-то вот сама себя находила, потому что такой важный момент вот к вопросу о загрузке. Если в процессе обучения ты просто ходишь на лекции, ходишь в библиотеку и выполняешь конкретные задания, это один вариант поведения, это просто такое системное обучение. И есть ребята такие замотивированные, что ли, я не знаю, открытые, уже в процессе обучения, когда еще работают, даже второй, третий курс, они вовлекаются в разные, собственно, проекты. Исследовательские, которые, как правило, конечно, связаны с внешними заказчиками, с внешними организациями. И в этом плане вышка очень такой серьезный университет, который связан с очень многими компаниями внешних. работают. И уже в процессе обучения, если какая-то из этих компаний или какой-то из этих проектов интересен человеку, самому студенту, он начинает увлекаться вначале, конечно, на какое-то безвозмездное, либо с минимальным вознаграждением в основе в эти проекты. вот это увлечение позволяет человеку просто буквально уже еще в процессе обучения находить свой путь и находить своего работодателя. И понятно же сразу какой уровень заработных плат, какая компания может предложить. Все в открытом доступе можно посмотреть. То есть, если ты идешь в «Газпром», все знают, какие там зарплаты. Ну, соответственно, если это цель, если ты хочешь туда, значит, надо найти такой вариант уже вот с самого начала отвлекаться в какое-то направление, какие-то конкретные действия, которые, собственно говоря, и приведут в эту компанию. Вариант действий, когда отучился 6 лет, потом составляешь резюме, вывешиваешь его на хэдхантере и говоришь, я такой молодец, выпускник вышки, возьмите меня срочно, никто не возьмет. Ну, возьмут, конечно, да, например, на какую-то стартовую позицию, ассистентом, надо думать, будет упорно, еще посиживая на этой позиции ассистента, пока вот этот преподаватель реально поверит в способности и навыки человека. Если человек хочет побыстрее двигаться, то имеет смысл в процессе обучения воспользоваться вот этой возможностью, которую предоставляет школы экономики. И она здесь действительно есть. Это не просто слова, вы можете даже, наверняка, сайте все изучили в школе экономики, что-то про нее написано. Один список партнеров, которые есть у университета, и то, с какой вовлеченностью университет старается поддерживать отношения с компаниями, где уже работают выпускники вышли, это заслуживает уважения, это очень серьезно, потому что, вот это тоже, знаете, такой важный момент, потому что менталитет выпускника вышки, он другой по сравнению с менталитетом в любом другом университете, вот как мы уже сказали, да, вот эта история про открытый взгляд, и поддерживая отношения с компаниями, где работают наши выпускники, вышка совершает очень серьезный, очень полезный шаг для своих будущих выпускников, потому что всегда приятно очень и эффективно брать людей, которые думают так же, как ты, которые выучились так же, такие же открытые, проактивные, и так же стремятся делать, может быть, все-таки немного больше, чем положено по должностной инструкции. Вот это, наверное, очень важный момент. Ну а там, в случае зрения того, как я был, в общем, то, что я вам сказала, примерно так и было, там еще в университете, много вовлечений в один из проектов, там одна из схемы, и дальше, да, постепенно все это переросло уже в то, что есть. Ну вот как-то так. Очень короткая мысль. Большая часть моих однокурсников, однокурсниц точнее, сколько их больше, которые выбрали исследовательскую карьеру, маркетинговое исследование, стали работать на полную ставку в тех компаниях, которые они начали пришли на практику. Это, мне кажется, показатель. Да, ну, фимилизируя наше двухчасовое, без пяти минут теплое общение, я бы хотел сказать, во-первых, большое спасибо еще раз, что у вас суббота, у вас нет больше планов, скажем, к нам приходить, что здорово. Мы будем рады видеть вас в ВУЗе, который, я напомню, вошел в топ-100 мирового удовлетворительного по социологии в нашей образовательной программе. Напомню, кстати говоря, что вы же сам по себе являетесь крупнейшим работодателем, у всех лучших, мы себе сами собираем все такие подразделения института, потому что выполняем большое количество объемных заказов по самовлаждению, консалтинговым, экспертным, аналитическим, государственным программам, проектов, муниципальных, в том числе. Остальные пойдут на фитермы. Я надеюсь, что у вас будет еще какая-то информация на вопрос к нам, на вопрос информации, на этот способ задать его или по телефону, или имейлом, или чемпионной комиссии. Желаю вам успеха в испытаниях всех этих летних, летних марафонов хороших, удачного принятия решений, и надеюсь, увидимся в сентябре. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok